Интерактивный интернет проект «Судите с нами» Изначально возьмем курс на юг страны, чтобы вспомнить, как в рамках второго тура «Мозырьская славя» играла с городеей. В том матче возмущение зрителей вызвала ситуация, имевшая место в штрафной гостей, где произошел контакт атакующего футболиста и вратаря. Определяющим является то, кто первый из игроков коснулся мяча. Очевидно, что с этой позиции, в которой находится камера, нельзя отчетливо понять, кто из игроков оказался на мяче первой. В то же время, определяя траекторию мяча после касания с руками вратаря, видно, что мяч отскакивает перпендикулярно движению полевого игрока. Таким образом, можно сделать вывод, что сыграл первый в мяч вратарь. В таком случае, нарушение со стороны вратаря фиксировать нельзя. Судья был прав в том, что не назначил 11-метровый штрафной удар. Туром позже парни Юрия Пунтуса вновь оказались в фокусе внимания. Правда, уже вне родной арены, а по соседству, в Гомеле. Там Славия выступила в роли пострадавшей стороны, поскольку, по мнению болельщиков мазырян, Невалда поражал ворота их любимцев из офсайда. При определении положения вне игры важно, чтобы камера или арбитр находился ровно в створе игроков, которые находятся ближе к воротам в момент передачи партнером мяча в зону борьбы между игроками. Расположение камеры не позволяет со стопроцентной уверенностью говорить, в каком расположении были игроки в момент выполнения передачи. Тем не менее, очевидно, что ассистент главного арбитра не отстал от момента и находится в створе последнего защитника. У него была лучшая возможность принимать решение. В данной ситуации, когда невозможно со стопроцентной гарантией определить, кто из игроков находился в каком положении по отношению к воротам, принимается позиция, которую выбрал арбитр. В данном случае решение за арбитром. Далее переходим к событиям минувшего уикенда. И, разумеется, спешим отозваться на претензии людей, неравнодушных к футбольному клубу «Ислыч». Бомельщики из Минского района возмутились отменой аж двух голов их команды в ворота Гомеля. Поначалу в радости было отказано легионеру Джону. При вынесении решения в данном моменте следует особое внимание уделить расположению правой руки игрока атакующей команды. Пытаясь сыграть в мяч, защитник не видит нападающего, который находится у него за спиной. Его внимание сосредоточено на мяче. В то же время нападающий видит не только опускающийся мяч, но и расположение игрока защищающейся команды. Выставляя вперед правую руку, он не дает возможности выпрыгнуть игроку защищающейся команды и, кроме этого, толкает его вперед. Это является нарушением правил, и гол не засчитан верно. Вторым же неудачником мыслыча стал Александр Сверчинский. В данном моменте мы вновь должны особое внимание обратить на расположение игроков в момент выполнения удара и с какого места осуществляется съемка. Ассистент рефери находится в правильной позиции. Он своевременно стартует вместе с игроками защищающейся команды. И очевидно, что ему, как никому на этой записи, лучше видно, кто во время выполнения удара находится ближе к воротам. В данном случае надо принимать позицию, которую высказывает ассистент рефери. Остаемся на столичном стадионе по улице Маяковского и возвращаемся к поединку футбольного клуба Крумкаши с чемпионом страны. Спорным эпизодом назовем назначение пенальти ворота воронов. На записи отчетливо видно, что игрок защищающейся команды пытается сыграть головой в мяч. Однако, не рассчитав скорость полета мяча и траекторию, он допускает ошибку и мяч попадает в руку, которая находится в неестественном положении и таким образом увеличивает площадь тела. После соприкосновения с рукой мяч вертикально падает вниз и при отскоке повторно попадает в руку. Это является нарушением правил, потому что рука находится в неестественном положении и увеличивает площадь телу. В то же время скорость полета мяча и расстояние, к которой мяч пролетел, не дают основания считать, что мяч летел и игрок не мог сыграть так, как положено это в соответствии с правилами. Это пенальти. Самый же свежий материал для анализа подарил ответный полуфинальный матч между Борисовским Батэ и Брестским Динамо. На 89-й минуте поединка игрок-хозяев Игорь Стасевич и футболист-гостей Бабао сошлись в штрафной площади Белоголубых, что привело к падению атакующего полузащитника. Чемпион страны настаивал, что пострадал из-за нарушения соперника и требовал пенальти. Судья же придерживался иной точки зрения. Неоднозначный момент, но на записи отчетливо видно очень правильная выбранная арбитром позиция, которая позволяет ему оценить действия игроков обеих команд. Очевидно, что фолл со стороны игрока-защищающейся команды был. Однако этот фолл не привел к последствиям, которые вызвали падение игрока атакующей команды. Надо обратить внимание на то движение, которое совершил игрок после удара по опорной ноге. Он переносит тяжесть своего тела на левую ногу, делает уверенный шаг и может продолжать движение. Тем не менее, он принимает решение и падает. В данном случае, если бы подобное нарушение было вне предела в штрафной площади, арбитр дал бы преимущество и предложил бы продолжить атаку. Такое же решение выносил и арбитр в данном случае. Но поскольку игрок упал, это было его решение и нарушение со стороны игрока-обороняющейся команды такое падение не вызывало. В данном случае арбитр был прав, пенальти не было. Друзья, напоминаем, что вы не просто зрители передачи судите с нами, но и ее соавторы. В комментариях к каждому выпуску, что размещается на официальных платформах АБФ в соцсетях, ждем ваших рекомендаций по улучшению проекта. Кроме того, готовы обратить внимание на те эпизоды, что остались вне экспертизы, но на ваш взгляд требуют внимания. Самые резонансные моменты непременно войдут в новые выпуски программы. Судите с нами и восстанавливайте справедливость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова